Любое судебное дело, которое перед вами встало во весь рост, оно не простое по определению, даже если оно там на 3 копейки. Проиграть проще простого. Привожу пример. Например, ваша контора подает в арбитражный суд иск о признании банкротом другой фирмы. Соответственно, запускается процедура, назначается арбитражный управляющий, который делает свою работу и приходит к выводу, что, извините, активов никаких у конторы, должника нету, а работу он сделал. Работу выполнил, хорошо, плохо, без разницы. Он потратил время и заработал за это деньги. Кто будет платить деньги? Должника нет. Нет, его не нашли, в суд он не ходит. Имущества на нем нет никакого. Суд приходит к выводу, что нужно процедуру прекращать, потому что нет денег на ее дальнейшее финансирование. Чтобы дальше его искать, нужны бабки. Заявитель. Вы будете платить? Неважно, кто заявитель. Налоговая служба или ООО Рога и Копыта. Будете платить? Не будете платить. Так, значит, активов точно нету? Нету. Ага, значит, значит, но арбитражному управляющему-то бабки надо как-то за проделанную работу, там, миллиончик отстегнуть надо. Надо. Кто будет платить? Явно не должник. Не организация должник, которого хотели забанкротить. А кто? Заявитель. Сто процентов. Сто процентов. Ну а кто еще будет платить? Будет платить самый добросовестный. А не самый мерзкий. Будьте к этому готовы. Когда идете в суд, на вас, за ваши действия будете отвечать только вы. Деньгами. Спасибо за просмотр!